Теплоснабжение Теплоснабжение – это одна из важных социальных функций, которая должна обеспечиться государством. И это те функции, где должны превалировать интересы населения. К сожалению, в Башкирии превалируют интересы монополистов. Если мы возьмем сам рынок теплоснабжения, то есть взять лакомые кусочки, отданные Баш-РТС, которые являются дочерней башкирской генерирующей компанией и главной выгодоприобретателем от деятельности Баш-РТС. Непосредственно, если взять саму структуру Баш-РТС, она как прокладка между потребителем и производителем тепла. В основном. И здесь основную прибыль башкирская генерирующая компания забирает себе. Если взять теплоснабжение, в прошлом году башкирская генерирующая компания прибыль – это 3,2 миллиарда. Если взять отношение к себе стоимость валовой прибыли, то это получается около 25%. Если возьмем непосредственно электроснабжение, то там непосредственно прибыль 1,8 миллиарда, а ретабельность 5,4. То есть если мы посмотрим, то, честно говоря, самое выгодное – это теплоснабжение для башкирской генерирующей компании. Но возникает вопрос. Этот рынок теплоснабжения населения, он должен регулироваться государством. И если бы, допустим, были снижены аппетиты башкирской генерирующей компании, то как минимум на 150-200 рублей, как минимум, были бы снижены тарифы. Но этого не происходит. И если мы непосредственно возьмем по контролю, у нас нет должного контроля. Потому что если взять формирование тарифов, когда Федеральная антимотопольная служба проверяла наш комитет по тарифам, то выяснилось, что около 35 миллиардов рублей вопрос вот этих затрат, которые включены в тариф, они под большим вопросом. И ФАС обязала проверить эти затраты, потому что оказалось, что инвестиционные расходы, которые были включены как тариф, они оказываются как амортизация. То есть фактически дважды посчитали. Также многие другие непосредственно расходы не были зачтены Федеральной антимотопольной службы. Вообще 2 миллиарда от ресурсоснабжающих организаций ФАС сказал, что эти суммы взысканы фактически с населения незаконно. Что такое 2 миллиарда для нашего населения? Если взять семью из 4 человек, это 2000 рублей. То есть эти 2000 рублей вытащили из карманов вот этих семей, которых сейчас уже не самое легкое. И здесь еще надо учитывать, что государство также дало полномочия региональной власти заниматься энергоэффективностью. И более того, она определяет непосредственно, сколько можно потерять тепло от производителя до потребителя. сколько должно быть потрачено условного топлива на одну гигакалорию. Это важный аспект, потому что у нас очень много старого оборудования, которое работает неэффективно. Но ресурсоснабжающая организация, она его не меняет, потому что эти деньги все равно оплачивают потребители. В Татарстане пошли именно по такому пути. Они сделали аудит, проверили и дали предписание, что в течение такого-то срока должны, образно говоря, магистрали там-то, там-то исправить те утечки тепла и в результате это снизить до 11%. У нас 20%. То же самое по потреблению условного топлива, там на 10% ниже. Если все в совокупности взять, это позволило Татарстану определить тарифы на четверть ниже, чем в Башкирии. И здесь возникает вопрос, а почему в Башкорстане этим не занимаются? В Башкирии есть все условия, но тем не менее этим не занимаются. И еще такой вопрос, что нам говорят, что очень высокие тарифы из-за того, что длинные плечо поставки. С этим можно согласиться, но если неэффективно поставлять на 10 км тепло, то надо организовать создание другого источника тепла, который будет дешевле для наших жителей. И все-таки, если возьмем ТЭЦ-2, которая расположена в Энурсе, для жителей Энурса никаких плюсов нет. Они платят те же самые суммы, но Башкирская генерирующая компания отдает за 1200-1400 где-то тепло за гель-калорий, а продается население за 2800. То есть, такой, ну, стопроцентная оценка. Но, извините, когда 300-400 метров поставляется тепло, то, и платить такие суммы, ну, это неразумно. Это как раз подчеркивает то, что непосредственно, кстати, это касается и муниципалитета, нашей администрации, городской администрации, что не контролирует данный процесс. И дальше я хотел бы перейти к тому, что, если говорить о бюджете, потому что очень большие суммы из бюджета выделяются на субсидию жилищно-коммунальных, оплату жилищно-коммунальных услуг. Около 3 миллиардов ежегодно. Высокие тарифы предопределяют и высокие выплаты. Государство должно заботиться о нашем населении. И эти выплаты для малоимущих должны быть, но если бы тарифы были на 20-30% ниже, то и выплаты где-то в половину раз были бы ниже, потому что там совершенно другая уже структура была компенсации. Но этим, к сожалению, наша республиканская власть не занимается. Почему это? Сложно сказать. Наверное, они считают что интересы монополистов должны превалировать над интересами населения. МОЛОДИСМЕНТО